Встреча с активистами Союза пенсионеров прошла в теплой и дружеской обстановке. Депутат Государственной Думы Александр Богомаз в первую очередь выразил всем собравшимся огромную благодарность за их большой вклад в развитие не только своего района, но и страны. Ветераны труда, труженики тыла, малолетние узники интересовались прежде всего будущим региона и их малой родины, развитием сельского хозяйства и промышленности. Именно на эти темы звучало больше всего вопросов к депутату. Мне пять назад был в Карачеве и был на военном заводе. Я действительно был очень сильно удивлен. Завод, который из банкротного предприятия, сегодня поставляет продукцию во все наши военные предприятия, которые полторы пищи и продукция, которая не уступает зарубежным, а превосходит. Многие из тех, кто пришел на встречу, знают Александра Богомаза много лет и признаются, что гордятся тем, что тоже родились и живут на Стародубской земле. Сколько доброты к людям, сколько вежливости, сколько внимания, это все-таки зависит от воспитания семьи. Я безмерно счастлива, что 50 лет назад окончила Миленскую среднюю школу. Школа, которая дала путевку жизни таким замечательным, известным на всю страну хлеборобам, в семье Богомаза Александра Васильевича и его сыновья. Горжусь, что моими учителями были прекрасные педагоги, учителя с большой буквы. Василий Титович Богомаз, отец Александра Васильевича, Циклинский Анатолий Валентинович, Ефросинья Яковлевна Бут, Екатерина Артемовна Шпан и другие. В не менее теплой обстановке прошла встреча и с коллективом Стародубского маслосырзавода. Говорили о ситуации на Украине, введенных санкциях, развития производства и достижениях предприятия. В начале августа сыр Стародубский получил официальное подтверждение о присвоении сертификата соответствия системы управления качеством пищевых продуктов, которые дают возможность выхода со всей продукции на международные рынки. Посмотрев все этапы производства, гости убедились в том, что завод развивается и потребитель может быть уверен в качестве выпускаемого продукта. По тем же санкциям, которые сегодня в санкции ввел президент, Ильич Путин, и они люди, которые уже умудренные опытом, говорят, что правильно, что это сделано, помогите, чтобы заработала кооперация. Действительно, мы в Думе и закон принимали о кооперации, чтобы те цены, чтобы они не росли, а чтобы были стабильные. И то, что мы сегодня на Западе недополучим, чтобы мы могли получить с тех резервов, которые сегодня у нас есть. Сейчас на предприятии трудятся и переселенцы с юго-востока Украины. Им было предоставлено жилье и полный социальный пакет. Нас очень хорошо приняли здесь, мне нравится. Производство очень новое, качественное. Все на высшем уровне. Так что работать мне нравится здесь. Завершился визит посещением физкультурно-оздоровительного комплекса, где депутат побеседовал и с ветеранами спорта, и с молодежью. Екатерина Зойдин, Александр Егоров. События Стародуб.